За всю историю обзоров такого не было! Покашеварим здесь! Обзоры обзорим! Расскажет всё, как есть! Касты стекопы! Уйдет ругаться и кидать поставки! Ждём только хорошие доставки! Всем привет! Вы на канале Покашеварим! И сегодня у нас воскресное обзорище! Это традиция! Равно такая же традиция, как и каждое воскресенье писать в комментариях под роликом Что вы кушаете, пока смотрите этот ролик? Не обязательно воскресенье, может кто-то в понедельник посмотрит В общем, пишем! Я даже вообще предлагаю сделать рубрику еженедельную Такая типа, что ел? Рубрика, что ел? И мы будем смотреть несколько комментариев Чё кто кушал на прошлой неделе А может и не будет делать Сегодня у нас доставка, которая называется Яство! Уже у многих вопроса, типа Что из этого может получиться? Не то же самое это будет, что Житница и так далее Я не знаю Честно говоря, вопросы есть И по ходу заказа были нюансы, которые мне дают понять, что Наверное, сегодня будет весело То, как вы любите, когда Виталий бомбит немножко Посмотрим, привезут, не привезут Полтора часа Обещали за 70 минут Мой товарищ, с которым мы уже 100 лет знакомы Сергей Шевелев, у него на ютубе канал есть Про чай И компания у него есть своя Мойчай.ру 100 лет уже на самом деле существует Занимается, человек разбирается в чае Так, как, не как я В общем, он мне пишет Давай сделаем челлендж Типа, ты попробуешь все виды чаев Сними вместе ролик Я вам присылаю фотографию Вот она Вот тебе мой ответ, Сергей Это чай Гринфилд Я пью чай в пакетиках Он говорит, слушай, ну это, в общем, не православно Надо тебя как-то погрузить Я говорю, это очень сложно Я в этом не разбираюсь Сергей Шевелев Ссылочки и на его интернет-магазин И на его интересный канал Посмотрите там по чаям Там куча путешествий Классных кадров Это не реклама Это просто от души я вот рассказываю Показываю, что он мне прислал И Сергей мне написал Давайте я попробую немножко хоть погрузить Пришлю тебе наши, типа, стартовые наборы Чтобы ты разобрался У него есть вот такие вот наборы чаев Типа знакомство с улунами Знакомство с зеленым чаем С красным чаем И так далее, и так далее То есть И там разные виды чаев Чтобы я мог как-то погрузиться в это Я не уверен, что у него что-то получится Но я серьезно Я заморочусь Я себе даже Куплю Типот Или у него же закажу У него, по-моему, есть Для легкого заваривания чая такая штука И попробую позаваривать Может быть погружусь в историю С чаем И перейду на светлую сторону С чая Гринфилд и Липтон В пакетиках И я просто хотел сказать спасибо Сергею За то, что мне прислал столько приколов Я сейчас буду изучать это И, естественно, на Сергея в благодарность Оставляю все ссылки Обязательно подписывайтесь на его канал Обязательно заказывайте вкусные чаи Если вы в этом разбираетесь А если не разбираетесь Заказывайте И давайте вместе будем разбираться Все ссылки в описании Сереж, тебе спасибо Ты меня грузанул, конечно Сейчас буду в китайский дзен входить Все, ставим чай Пока доставку ждем Сейчас, блин, у нас есть часа полтора точно Разберемся Ссылки точно в описании Чего? Ким! Александр Викторович! Чего тебе от меня надо? Почему опять ты? Как так вышло? Ребята! Я вам отвечаю! Это то же самое То есть Тую обзор на прошлой неделе Это они же! Это тоже Ким Александр Викторович, блин Тебе что надо? Ким Александр Викторович, блин Ты перестань! У тебя сколько брендов? Почему? То есть сейчас Нет, но мы сегодня снимем обзор Мы снимем обзор Я отвечаю Мы посмотрим на то же самое Кстати, заодно и правильно Может быть в прошлый раз У них там какие-то сбои были Ким Александр Викторович Под брендом Тую Под брендом Что там? Лафучина было, Дим, да? Да, включено И под брендом На этот раз Сука, яство Слушай, я даже Вот сегодня говорил по телефону Я не узнал, что это тот же администратор Ну я не ожидал такого Ты понимаешь? Яство И у них причем В отличии от Тую У них больше Ассортимент на сайте Потому что там какие-то супы есть А по-моему В Тую не было супов Ким Александр Викторович Дорогой ты мой человек Хорошо, раз ты такой весь многообразный Значит я буду искать вообще все твои телекомпании, братан Я открыл пиццу, смотрю Я говорю, то же самое Мы снимали У меня дежавю Те же коробочки Тот же пакетик Тот же Те же пакетики в пакетике Те же самые чеки Слушай, это прикол Это первый раз такое Серьезно За всю историю обзоров Такого не было Чек номер пять То есть уже Уже пять Этих что ли Сегодня они сделали Пять продаж за утро Город Балашиха А, ну это Александр Викторович В Балашихе живет Купюру Четыре тысячи рублей И сдачу дали То есть вот по сервису По сервису они молодцы Ну это капец Ну давай температуру Слушай 45 градусов Кстати на этот раз На этот раз Под этим брендом Эта же самая пицца Приехала Адекватной температурой То есть тогда она была холодная Сейчас она хоть немножко теплая Пицца пепперония 45 Ну кстати пицца тогда мне В принципе нормально зашла Мы ее даже доели Не открывай Я уже знаю Что здесь комплектация Для роллов И для всякого поедания Потому что я это уже видел Это вот тот самый Неплохой соевый соус Который мне понравился Это имбирь Который я и не пробовал А это те же самые палочки Все Ёма-на Слушай Ну вот это прикол Дим ты ожидал Что это будет Я удивился Как так понял Сразу по пакетам Потому что я увидел Я тебе говорю Я смотрю пакеты Очень похожи Потом глянул на пиццу И пицца один в один Я вот ну прям Дежавю понимаешь Хотя это был Совершенно в другой день Родненький Ким Виктор Александрович Все как надо Все по классике Свернуто Через жопу Все как надо Сука Цезарь тот же С сухой курицей На этот раз Компот я заказал Смотри Виктор Александрович Еще бургеры делает Виктор Александрович Делает лапшу Виктор Александрович Через яство Еще продает Вот какую-то Картошку И Болоньезы В смысле Макароны по-флотски А не болоньезы Вот это вот Жесть Я полез посмотреть Кто ж такой Все таки Вот этот Все я человек Вот Ким Виктор Александрович Да И мы наткнулись Что у него 43 бизнеса Понимаешь Он чем только не занимался Это серьезный человек Он мне приедет Короче И пистонов даст А Александр Викторович Или Виктор Я сейчас не помню Александр Викторович Я неправильно его называю То есть он тут Смотри И Оохасам Осень Саури Комета Сервис Угрюм Курорт Мол даже у него Диар Комплексные поставки Благо Кавсто Угрюм Крабики Видишь Ооо крабики Ты видишь Краб у него Где крабики А крабики Так у него не краб В роллах А крабики Все правильно Атлан Спутник Сфера ВТК Пижма Технологи Офортуна Названия кстати Крутые выбирают На самом деле Ну серьезно То есть такие серьезные Компас капитал Из свежих Комплект сервис Какой-то Да Остальные старые Все В общем по ходу Дело серьезный Бизнесмен Виктор Александрович И судя по всему Таких людей Как бы Ну действительно Я не хочу давать Психологический портрет Ни в коем разе Это вообще Не моя работа Но видимо У таких людей Так же как Типа там Трансформатор И прочее Им важен как бы Бизнес Бабки 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 Сука Бабки Вот это все Понимаешь Думать о том Что делается Там внутри компании Видимо не их уровень Хотя на мой взгляд Когда вот на чеке Написано Твое имя Фамилия И отчество Ну как бы Надо быть такой А что же все-таки Там продают Как-то следить За качеством Ой Ну ладно Ну давай У нас тут новые позиции То есть это как бы До обзора Получается Предыдущего Плюс новый бренд Какие-то другие позиции Мы это все Еще раз попробуем И плюс попробуем Что-то новое Что не было В прошлом обзоре Веселуха Погнали Совпадение Не думаю Блин Слушай Но на самом деле Отличия есть От предыдущего Причем Положительное Отличное Приколов там тоже много Вот во время заказов Первое Во-первых Мы наверное Найдем какие-то Граммы Мы найдем Граммы Сможем что-то Взвести Что-то сравнить Во-вторых У ребят на сайте Действительно Все сфоткано Так что ты можешь Понять что Например роллы У них говеные То есть фотографии На сайте Соответствуют Действительности Может быть Чуть поаккуратней Но сфотканы На утюг Это кстати Респект На самом деле Если вы делаете Уж там Не очень То не надо брать У ресторана Турандот Фотографии И размещать на своем Разместите свои Что у вас вот так Вот за эти деньги Еще момент У них на сайте Можно заказать Например роллы Четыре штуки Или восемь штук Такого не было В тую По пицце Отдельные приколы В одной пицце Можно было выбрать Диаметр Размер Большая Или маленькая А на второй Можно было выбрать Тесто тонкое Или толстое Я вот этого Не догоняю Слушай Ну какой смысл Мне пробовать Вот точно Такую же пиццу Которую мы снимали На днях Буквально Тут должен быть Сыр Сертаки По идее Вот было в том обзоре Что в описании Был сыр Сертаки Но тут его Очевидно Не видно Давай посмотрим Виктор Александрович Не ну понимаешь Там это называлось Пицца 4 сыра А под другим брендом Это называется Пицца Сырная Сорти Сырная Сорти И здесь Описание В отличие от Описания В прошлом обзоре Обязательно Пересмотрите его Просто Сопоставьте Два этих события Я до сих пор В шоке Там описание Не соответствовало А здесь Вот судя по всему Соответствует 520 рублей Стоит эта пицца 30 сантиметров 580 граммов Сейчас проверим И тут написано Что тут Сыр чеддер Мы видим его Пармезан Скорее всего Есть Дорблю И есть И сыр моцарелла Есть То есть Вот Это Этому Описанию Эта пицца Соответствует 580 граммов 522 Недовес Ким Виктор Александрович То есть Ты косячишь Вообще По всем Фронтам Я почему закрываю эту пиццу Потому что я не буду ее пробовать Я ее ел на днях Ребята Пицца В принципе кстати Я повторюсь Что мы ее доели Она более-менее годная И даже тесто Не очень плохое А вот пицца Пепперони Она подарочная Можно было выбрать Что-то себе в подарок Я выбрал Пепперони Ее я попробую 560 граммов Вот 30 сантиметровая пицца Вот это мне кажется Она весит Потому что сырная Она прямо выглядела Чуть поскромнее Пиццу Почти 560 Чуть-чуть 2 грамма Ну к этому Мы не придираемся Ладно Виктор Александрович Давай будем пробовать Твою пиццу Бизнесмен Ты мой дорогой Во-первых Я повторю Что тесто В принципе Выглядит довольно неплохо Мне такое тесто Не топовое тесто Вот в моем рейтинге Но как бы Не самое плохое Не прям уж Пирожковое Такое Начинки Более-менее Но учитывая Что пицца Соответствует Граммам Будем считать Так Начинки Более-менее В нее положено Она даже Пропечена За что Ей спасибо Но тут Внешне Даже видно Что колбаски Вот эти Даже я боюсь Что это не пепперони Честно говоря А какие-то Типа полукопченые Сейчас я ее попробую Но видно Что это не самый Дорогой продукт В мире С другой стороны Пицца Стоит 431 рубль Дешевле Написано Сыр моцарелла Пицца соус Шампиньоны И пепперони А колбаса Вот такая Типа сервелат Чуть-чуть Остренькая Но по вкусу Слушай Но на контрасте Вот этих Моих эмоций Ну как вот Два друга Давно не виделись Понимаешь Он правда Не знает про меня Но видимо узнает Что-то кто-то скинет Посмотри Виктор Александрович Серьезно Не видел тебя Неделю И уже соскучился Я уже боюсь Что-либо заказывать Потому что Наверное В следующий раз Тоже мне привезет Виктор Александрович Ким Даже если я Папа Джонс Закажу Или додупиться А в чеке Будет написано Ким Виктор Александрович Не ну слушай Ну я Я серьезно Я не хочу Обидеть Никого Ну занимайтесь Вы своим бизнесом Ну просто Как бы у меня Свое дело Вот я буду Говорить все честно Про ваш бизнес Про ваши бизнесы 43 штуки Кстати Среди них Не было Никакого ООО Яства Так Ну ладно У нас тут есть Интересный продукт Еще От Виктора Александровича Так Вот например Макароны по-флотски С каким-то белым фаршем Что это Филе куриное И свинины Кстати Ну да В описании Действительно По цвету Это похоже на Филе куриное Но на свинину Не очень похоже Честно говоря Все таки мясо Должно быть потемней Нам положили вилочек У нас оператор Кстати очень спрашивал Сколько нам вилочек класть Видать На вес золота У них И сверху Вот эта зажарка Ну типа для Для борща Я не знаю И сваренные макароны 140 рублей Вот у них есть На сайте Закладка Обеды На сайте Яства Закладка Обеды И там цены Весьма адекватные То есть вот там Типа макароны По-флотски 140 рублей 250 граммов Что-то мне подсказывает Что вот здесь у нас Будет первый срыв По обеденному меню Ну давай попробуем 240 Нет более-менее Соответствует Вот Макароны По-флотски За 140 рублей Это очень недорого Очень недорого И за это недорого Мы получаем Как бы ну И не особо Клевые макароны По-флотски Тут мяса немного Макарошки Спиральки Мне кстати нравится На них лучше всего Налипает Опять-таки Вот этот Фаршик Это хорошо Давай попробуем Абсолютно Столовская штучка За 140 рублей Макарошки Съедобные Сваренные Нормальным И все Больше сказать нечего Это Макароны По-флотски Очень условно Очень приближенно Можно их называть Именно так Но тем не менее Это макароны С фаршиком И С морковно Томатникой Заправкой Для борща Или для какого-нибудь Супа Который тоже Все перемешиваешь Более-менее С едом Ладно Но Как бы шляпа Но честная Знаешь Вот у меня От сайта Яства Я говорю Ощущение честности Сложилось Потому что Я говорю Вот роллы Они сфоткали Свои прям В отличии Кстати от буррито Вот буррито Явно где-то взяли На Каком-то Как это называется Фото Фотобанке Ну явно Взяли Фотобанке И вот буррито С сыром И говядиной Я выбрал Именно такой буррито Лавашик Все как надо Ну кстати Нормально выглядит Правда Не поджаренный Никак Может так оно И должно быть Буррито С говядиной И сыром 280 рублей 230 граммов О А с этой стороны Сырье подзапечен Сидать может Вымок немножко Или с одной стороны Они на сковородке Плюхнули И на этом все Давайте 230 граммов Опа На Вот это Прикол Перевес Первый Перевес В нашем Сегодняшнем Обзоре Буррито С говядиной И сыром Фарш Говяжий Лук Халапеньо Помидор Болгарский Перец Итак Говядина Видим Фасоль Видим Помидоры Видим И сыр Видим То есть Все что Заявлено Все мы Видим В составе Кстати пахнет Весьма Недурно Я еще В прошлом Обзоре Отметил Что у них В роли Там в каком-то роли Был помидор И он Имел вкус Это хорошо То есть помидорки Они используют нормальные Здесь судя по всему Эти же помидорки Может быть В таком формате Виктор Александрович Норм Я должен признать Что в таком формате Виктор Александрович Норм Нормальный Буррито Ну то есть Он такой Сочненький Овощи Действительно С овощами У Яства Нет проблем Они хорошие Свежие И вкусные Вот Говядинка Морковка Соус Какой-то Томатники То есть Это все вкусно Плюс Маринованный Халапеньо В тему Я ставлю лайк За буррито Пойдет Виктор Александрович Родненький Так Что у нас еще У нас тут есть горячие блюда Я говорю Изменю обед Вот Недорогие позиции Я что-то там Да назаказывал Гречневая Лапша С курицей Кстати Буррито стоит 280 рублей То есть Несмотря на то Что это норм Но цена неадекватная За кусочек хлеба С небольшим количеством мяса Неадекватная То есть Вот буррито Такого уровня Должно стоить Ну как шавуха Может быть Там рублей 120 Ну 150 Ладно Тип такого Что Что это такое Помнишь Как Влад Савельев На какой-то вписке Что это такое Влад Привет тебя Я знаю Кстати Влад Савельев Знаете Этот Блогер Это всея Руси Главный обжорщик Вообще Со времен Толяна Еще Уехал в Грецию Влад Я как бы слежу Ты молодец Ставлю тебе лайк За то Что ты вот так Кардинально жизнь поменял Потому что он бухал Спился Разжирел Я то же самое Все Кроме спился И бухал Вот Так то же самое И в Москве А он в Грецию Уехал в Грецию Там какой-то донат Ему задонатили И живет Терезану Просто хотел выразить Как бы Свой респект За то Что человек Принял решение И поменял Свою жизнь Влад Савельев Красава Красава Даже Канокс Переименовал Из Москвы В Салонике Новая жизнь Так что вот В общем Кто Влад Савельева Смотрит Привет Передавайте Тоже Вокс Гречневый Лапшой Куриное филе Лапша Гречневый Овощной набор Острый соус И куриная грудка Опять вот Острый соус Кстати У нас и там Была тема С острым соусом Там в названии Было Слово Острое 360 граммов Такая лапша Весит Нифига себе Ну вот это Серьезный залет Конечно Очень большой Недовес Почти 70 граммов Это очень много Для лапши Опять таки Лапша у них Стоит 305 рублей Это Очень дорогая Лапша Когда лапша Очень дорогая Она должна быть Очень вкусной И как минимум Довешена Гречневая Лапша С очень Маленьким Количеством Начинки Но тут вот Кстати курица Там была Нарезана кубиками Насколько я помню И она была Явно Заморожена Замороженная Нарезана кубиками И обжарена Прямо вот В замороженном виде Тут нет Такого ощущения Тут явно Размороженное Куриное филе Нарезано Потому что Она чуть менее Аккуратна Но тем не менее У нее есть шанс Быть Хоть немножко Нормально пожарена Но количество Количество Изумляет Пять кусочков Небольших кусочков Курицы На большое количество Лапши С овощами И вот это Вот за 305 рублей Продают Конечно Дичь В прошлом обзоре Я был на 100% Прав Там Куриная грудка Была заморожена И обжарена Она была Сухая В хлам Ну то есть Прям вообще Сухая Здесь Куриная грудка Хоть как-то Дожуется Ух ты мой Нестабильный Слушай Где вот это Интересно Находится Это же где-то Какая-то кухня Большая Видимо Где все делают Подряд Нормально Сваренная лапша Надо же Слушай Но Мы пока Знаешь Неплохо Идем То есть Мы пока Идем Неплохо Потому что Хороший Остренький соус Такой Терияки Но только Острый Вот Такие ощущения Нормальная Курочка Да Тут как бы Очень дорого И Кидал его по весу Но в целом Как бы годно То есть Не могу сказать Что это Совсем невкусно Или плохо сделано Вот это сделано Лучше Чем Для другого бренда Так У нас еще есть компот Вот он реально Молодец Вот Компоты И морсы Делают нормально У него и морс Был нормальный В прошлый раз И компот Кстати Сколько Стоит компот Ху 70 рублей А там морс Стоил 115 Или 125 Компотик Вообще Душевный Клубничный Лайк Слушай Я пока Три блюда В принципе Ну как бы В целом Похвалил Буррито Лапша И компот А я Я знаю Где Будет У нас Залет Не ну Вы Что понимали Это не то Чтобы я Хвалю Просто В целом Тут все Очень Как бы Тоскливо С этой всей Историей Санта-Барбарой Это бургер Это бургер Слушай Ну Могло быть Хуже Понимаешь То есть Вот я Я именно так Мыслю в этом обзоре И он даже Выглядит Почти так же Как на фотке Классик Бургер Бившек С 100% Говядиной С кусочком Сыра Чеддер Карамелизированная Булочка Как бы Ну Все сходится 370 рублей 315 граммов Вот Давай сейчас На салфеточку Его Как нибудь Вот так Раз Салфетка Ничего не весит Здорово Отличное новость 292 Опять недовес То есть У них вот В каждом блюде Недовесы Итак Бургер Смотри Ну Давай Признаемся Что выглядит Он не дурно Помидоры Вот они Эти помидоры Которые Имеют вкус Здесь какой-то Сырный соус Внутри Булочка Не подсушена Это плохо Она подсушена Только сначала Формованная котлета Внизу много салата И еще какой-то Соус Посмотри Да Видно Хрустящий лук И котлета Ну Слушай Ну То есть В сравнении с тем Как суши Плохи По сравнению С хорошими Суши То этот бургер Не настолько Плох По сравнению С нормальными Бургерами Конечно Там котлета Скорее всего Будет Так себе Да кстати Нет Посмотри И котлета Тут не стелечная Такая То есть Она Это уже Полный Велдан Как бы Там Ценители Не поймут Но тут Фарш Хоть какую-то Имеет структуру Видишь То есть Он не паштетный А какой-то Даже вот Немножко Разваливается На молекулы И это Хорошая новость И запах Соуса Биг Тейсти Вот этот Внизу Соус Это соус Биг Тейсти Отвечаю Одни Хорошие новости Пока Ну У меня Нервный смех Уже Но Я не могу Сказать Что это Плохо Нет Котлет Плохо Сделано То есть Она Прям Сухая Сухая Уже Такая Серая Говядина Но Как бы Смотри Сырный Соус Соус Типа Биг Тейсти Действительно Там Хрустящий Салат Вкусный Помидор Нормальный Сыр И Хрустящий Лук Я обожаю Хрустящий Лук В принципе Этот бургер Имеет Право На существование Единственное Что Это Горю С Говяжьей Котлетой Конечно Ну Это Слушайте Это Не Фарш Аркадия Новикова Это Бургер С доставкой Но Как бы Удивительно Но Это Не Самый Плохой Бургер В мире Так Идем По Нарастающей Ладно То есть Как бы Если честно Спросите Вы меня Одобряю Я такой Бургер То Ну Скорее Да Мы еще До суши Дойдем Там Чуть Лучше Кстати Чем В прошлый Раз Ну Примерно Такая же Оно до сих пор Кстати Теплое Оно до сих пор Теплое Это омлет С картошкой 34 градуса Не особо-то оно и теплое Что-то я погорячился Это курица Это нихрена не омлет Это Филе Куриное Запеченное Плюс Гарнир на выбор Филе Помидор Сыр Моцарелла Майонез Вот оно Что это такое У этой штуки Грамм Граммовки даже есть Ну Должен 250 А тут 215 Да кому Какая разница В общем Исходя из фотографии Которую я вижу И то что я вижу Здесь по факту Это конечно Небо и земля Опа на Смотри Куриное филе Да Это реально куриное филе Или это фарш Я не могу понять Почему он Почему он такой вот Как будто это дрожжевое тесто Видно где на камере Что он какой-то вот В пузырях Все вот это вот Видно нет Это вот судя по всему Это тоже тема Заморозкой То есть они взяли как-то Я даже не знаю Как технически Сделать Такой тонкий кусочек Куриного филе И И Так его нарезать И что это вообще Такое за блюдо 115 рублей Стоит копейки На самом деле Ну вот Для доставки То есть это Очень дешево Но с куриным филе Явно что-то не так Да вообще С этим миром Что-то не так Столовка 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 Прям столовка Но 115 рублей То есть понимаешь Я могу Бомбить на лапшу Которая стоит Там 300 с хреном Рублей Когда В каком-нибудь там Вокере 250-280 рублей Шикарной лапши Которую они У меня готовят Я могу бомбить Но когда вот За 115 рублей Мне продают Пусть и Сухую Пусть и Тонко нарезанную Пусть и Под обычным Мазиком Там с небольшим Количеством Молока и муки Что-то такое Вот по вкусу Как будто бы Какой-то клейстер Непонятный Но с хорошим Помидором Опять Кстати Шикарный помидор Вообще Молодцы Помидоры Где-то берете Виктор Айсанс Алло Алло Если вы по поводу Вкладов Кредитов То мне не актуально Я вам сейчас Быстро отвечу И все Мазик тот Который в суши Они нашли Применение здесь Тут же самый Ну у меня на самом деле Наверное сейчас Развивается Стокгольмский синдром Кто хочет Загуглить Или вот здесь Можете почитать Это когда ты Начинаешь С своего обидчика Постепенно К нему Хорошо относиться Когда вы с ним Долгое время проводите Возможно у меня Сейчас вот именно Такой синдром И развивается И я хочу Себя оттуда Выдернуть Потому что Это дрянь Это дрянь Это тонко нарезанная Курица Сколько бы она ни стоила Это вымокший картофель Это отвратительная Заливка сверху Да мой Хороший помидор Тут как бы Базары нет То есть вот из этого Блюда хороший Только помидор В остальном Это дрянь Это сделано На отвале Из одной куриной грудки Они делают наверное 10 таких порций Потому что Так тонко нарезать Ну блин Это надо уметь Это Даже слайсер Так не настроишь Ёмано Ну ладно У нас еще дешевый суп есть Реально отвечаю Дешевый суп есть Прям вот дешевый 60 рублей Три кусочка говядины Смотри Нормальный суп Пахнет неплохо 350 миллилитров Ну ладно Это баночка 350 миллилитров Это правда Так Я не говорю Там сметану Не надо Не 60 рублей 60 рублей Всего стоит Этот супчик Бульончик Такой Конечно Вообще Не наваристый Минус один кусочек Говядины А говядинка Мягкая Бульончик Не наваристый Но говядинка Мягкая То есть в принципе Не ну подожди Это не топовый Суп борщ Как ты где-нибудь В ресторане съешь Или мамка твоя Приготовит Но это Борщ за 60 рублей Стокольский синдром Реально Я оправдываю Невкусный борщ За 60 рублей Ну более-менее съедобный На самом деле Хоть и Жиденький Такой Салат Цезарь Оставим в стороне Ну и давайте Еще раз Тезисно По роллам пройдем Тем более у нас тут есть Новые позиции На этот раз Даже наверное Можно будет что-то взвесить Посмотрите Я по 4 штучки Заказал роллов Видишь А вот там не было возможности А тут есть Опять этот Мазик Растекшийся Где-нибудь такой берут Ё-моё Все Что мы уже с вами видели Чудесные Гунканы Гунканы тут стоят Дешевле Чем почему-то В бренде Ютул Там по 80 рублей Или 90 Были Ну вот Ну например Спайси креветка Как тут отличить Не поймешь Вот тут по-моему Креветка Он должен весить У них судя по сайту 42 грамма Он не весит 42 грамма Я отвечаю 36 Правильно Вот Второй точно Такой же По размеру И у нас есть Темпура Темпура Маленькая На этот раз Она не хрустит В прошлый раз Она хотя бы Хрустела Это горячий ролл Теплый ролл Яство называется Тут сыр сливочный Лосось Кляр Огурец Лосось А вот Лосось внутри Кляр Огурец Есть То есть Все что надо Все Здесь есть И свернуто Не так-то дурно Как Они бы могли А поверьте Эти ребята Очень способны Соевый соус Хороший соевый соус Надо запомнить Плохой ролл Невкусный Ну потому что Рыба невкусная Рис невкусный И он здесь Вот Если в прошлый раз Был хрустящий Тут он не хрустящий Как резина Отразительно На самом деле 210 рублей Стоит 4 штуки 4 штуки Я говорю Это пол порции Давай Гункан Опять этот Вот если нужно Где-то Не знаю В палату Меры весов Разместить Информацию о том Как не надо делать Вот можно брать За эталон Виктора Александровича Второй гункан Я пробовать не буду Он с угрём Я просто хочу посмотреть Ну теперь уже Зная Любовь Виктора Александровича Добавлять Кожу угря Везде Хочу посмотреть Как с кожей угря Обстоят дела здесь С кожей угря Здесь вообще Никак не обстоит Потому что Угря вообще нет Слушай Это тупо мазик Где начинка В этом роли То есть Тут очень много 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 Майонеза А вот Я нашёл угря Боже мой Смотри Я даже его Вытянул Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Вот это Слушай Ну это сильно Я не знаю То есть Как вот можно Так не любить Людей Чтобы класть Вот в таком виде Угря Ну просто Кожу То есть Они положили Вот это всё Тут немножко Есть мясо Как бы А вот это всё Кожа угря Ты понимаешь Угря довольно Толстая кожа У нас едобная Но она Не Она не угрь Слушай Дай я этим чудикам Позвоню Я сейчас Ну просто Вот ради интереса Я сейчас Вот они мне Во сколько звонили Вон по-моему Вот они мне звонили Алло Наталья Здрасте А подскажите Подскажите Пожалуйста А вот вы И компания 2У Это то же самое Что такое 2У Ну вот Ким Виктор Александрович Ваш же руководитель Да Виктор Александрович Нет Александр Викторович А Александр Викторович А Понятно Ладно Тогда у меня вопрос К вам такой Скажите пожалуйста Если у нас есть Нарекания к еде Каким образом Осуществляется Её возврат Вы Позвоните Вы Оходили заказ Уже Нет Да Нам уже Он приехал Да Мы уже едим И тут Ужасаемся Некоторым моментом Которые Уже 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 Спасибо Ну ладно Давай Пока мы ждём Какой-то Обратной Реакции Давай Посмотрим Роллы Да Опять Посмотрим На то Как делает Роллы Хотя Вот Ролл С беконом Это Посмотри Блин Что Это Блин Что С ним Не так Почему Он Таком Виде Лосось Ну Всё Да Вы Понимаете Что С лососем Он Уже Высохший Он Перемороженный Перемороженный Лосось Это Значит Что Он Когда-то Был Замороженный Либо Он Лежал Вечность Год Либо Его Разморозили Потом Опять Заморозили Он Вот В таком Вот Виде Скорее Все Они Заготовки Сделали Они Не Ушли Естественно Кому Такая Еда Нужна Они Опять Их Заморозили Ролл Сливочный Угарь У нас Есть Например Вот Смотри Опа Опа С Угарь Сверху Вот Опять Здесь Вот Девятка Получилось Да Здесь Девятка Наоборот Кусочек Кусочек Угря Либо Сама Он Тоненький Стоит 390 Рублей То есть Вот Это Четыре Штуки Сливочного Угря Стоит 390 Рублей Понимаешь Вот С таким Количеством Угря Хотя У них На картинке Нарисовано Что там Толстый Толстый Кусок Угря Ну смотри Вот Он 105 Граммов Давай Просто Ради Интереса Я думаю Что тут Будет На самом Деле Вот Эти Граммы 44 Да Нет Не Будет Тут Граммы Блин 86 Недовес Ролл Канада Тоже Четыре Штучки 220 Рублей Стоит 200 Сука 20 Рублей За Четыре Штуки Тут Они Свернули Аккуратнее Немножко Аккуратнее Чем В Прошлом Обзоре Здесь Соблюдено Здесь Соблюдено Ну вот Например На Каком Основании На Каком Основании Тут Нет Лосося Блин В Описании Указано Лосось И Всегда В Канаде Есть Лосось И У них На Фотографии Есть Лосось Здесь Внутри Рола Нет Лосося Причем Похоже Что Мы У вас Делали Под Другим Брендом Тую Тоже Вы Работаете Или Нет Тоже А еще Под Какими Работаете Да А Какие Не Скажите Ну Какой Самый Известный Назовите По Суши Яство Ну Вот Мы Сейчас В Яство Заказываем Да Слушайте У Нас Вообще На самом деле Очень Много Нареканий Просто Сегодня Случайно Произошло Осознание Что Вы Одна И Та Ж Компания То Что Мы Как-то Заказывали В Тую Там Было Все Плохо Сегодня Мы Заказали У Вас Тут Тоже Все Плохо И У Нарекания Практически Ко Всем Блюдам Мы Очень Придирчивые Покупатели Мы Поэтому Что-то Даже Взвешивали У Вас Практически Во Всех Блюдах Недовес Поступаете В таких Случаах Скажите Пожалуйста Какие Именно Блюда У Вас Вы Говорите Недовес Ну Честно Говоря Почти На все Недовес Что Касается Обеденного Меню У Вас Недовес Буррито Недовес Суп Недолив Ролы Недовес Но Это Помимо Того Что Это Все Очень Плохо Сделано Плохо Скручено Не Соответствует Описанием И так Далее В частности В роллах Например Ролл Канада Без Лосося Внутри Хотя Он Там Должен Быть Ролл Дракон Половину Мы взяли Он С очень Тонким Кусочком Угарька Хотя На фотографии Он нарисован Там Спинка Угаря Нормальная Должна Лежать Лосось Отвратительного Качества Просто Весь Мажущийся Как Паштет Ну То есть Как Нам быть В этой Ситуации Я поняла Вас Хорошо Я сейчас Сначала Передам Информацию Да И в Гункан Кстати Говоря С угрём Вы Кладёте Не угря Кладёте Кожу Угря Что тоже Недопустимо Да Вы Сообщите Пожалуйста Я Какого-то Решения От вас Жду Либо Вы Забирайте Весь Заказ Мы Конечно Попробовали Кое-что И возвращайте Деньги Или Какие-то Альтернативы Предлагайте Кроме Скидок На следующие Заказы Или Бесплатные Еду Следующих Заказов Потому что Мы у вас Заказывать Больше Не будем Я вас Поняла Виталий Спасибо Да Всего Доброго Как мне Жалко Менеджеров Вот понимаешь Она Она там Работает Возможно Вынуждена Она там Работает Ну потому что Ей надо Семью Кормить Вот она Нанялась Работать Вот У Виктора Мы сейчас Посмотрели Кстати Это Суши-бокс По ходу Дела Я сейчас Нашел Статью Где Ким Александр Может он Может не он Не знаю 25-летний Чувак Из Ульяновска Покорил Мир суши Вот Я не знаю Ты это Не ты Виктор Александрович Но Ты покорять Мир суши Вот таким Вот говном Точно не будешь Вот Ну Стопудово Ты можешь Лекцией Инфоцыганством Заниматься Вот чем угодно Но не мир суши Покорять Мир суши Будут покорять Люди Типа Вкусные суши Типа Отличные суши Ниндзя суши Вот они будут Покорять мир Суши А А не ты Вот с этим Дерьмом Которое ты делаешь Заниматься Просто Блин Заниматься Бизнесом Вот Ребят Я сейчас сам В этой теме Заниматься Качественным Бизнесом Суши Можно только Если ты За ним следишь Если у тебя цель Покорять Че то там Че то покорять Ты должен следить Ты должен следить За качеством продуктов Ты должен следить За тем как Работают повара На ежедневной основе А не так Типа Ты сделал кучу Вот она сейчас говорит У нас куча брендов Я уже Мне уже страшно Обзоры снимать Где мне еще Виктор Александрович Попадется С той же кухни Будет возить Под каким-нибудь Другим логотипом Причем так же Говена Нарисована Покорители Ну ты понимаешь Они покоряют Они покоряют Рынок И самое страшное Что возможно Даже это и правда Там правда Он был Бренд Суши Бокс Представлял В статье Может быть Он действительно Покоряет рынок Люди то это едят Вы Ну не вы Я знаю что вы не едите Но куча людей Вокруг вас Оглянитесь Они вот это будут есть Типа нормы Ну то есть Блин ну нормально Что лосось не положили Да хер бы с ним Там лосось Лосось плохого качества Да бог с ним Да что такого Ну не положили мне В Канаду Нормальную спинку Угорят Да хер бы с ним Не довесили Да и ладно Короче Понимаешь Вот терпилы Реально Страна терпил Я извиняюсь ребят Но если я смотрю на это То я лучше буду ходить Суши Вок Там Там как бы Ингредиенты Стремные они используют Ну те же самые Что и здесь Ну там хотя бы Ребята там Не знаю Ролл крутить умеют Понимаешь Я серьезно Я вот суши Вок Надо кстати Перетест снять Они сейчас стали Роллы круглые делать Может там вот Гораздо лучше все будет Потому что Из этих же ингредиентов Можно сделать нормально Можно постараться И сделать нормальный продукт А он Покоряет Рынок Вот То есть он научился Делать компот Он более-менее Научился запихивать В лаваш Фасоль И с говядиной И с маринованными Халапеньо То есть Все эти продукты Они по отдельности Уже готовы Да мы понимаем Маринованные халапеньо Уже готовые покупаются Это все готово И так далее И так далее Вот он запихал И свернул Все Нормально кстати Получилось по вкусу Когда же вот все-таки Наступит какая-то ответственность Ребят я Я серьезно Я не буду это пробовать Дальше Потому что это абсолютно Не имеет никакого смысла Это Говнороллы Это Говнодоставка Она идет Ровно Со своим Коллегой Вниз Списка С каким-нибудь Минимальным количеством Баллов Слушай серьезно Я не буду выставлять баллы Но это Я считаю Тратой Своего времени Вот этому всему Выставлять баллы Они Они просто получают Столько же баллов Сколько Тую А Сколько это там было Тридцать Типа баллов Они набрали за сервис Ну тут тоже за сервис Видишь что-то перезванивают Как-то это работает Более-менее Вот Ну в общем Просто они идут С тем же количеством баллов Баллов туда же Вот и все Вот и все Виктор Александрович Ну Я не знаю Хочешь Вот Вот серьезно Если есть желание Давайте так поступим Вот Ким Александр Викторович Точнее Виктор Александрович Если у тебя Дорогой мой ИП Владелец Миллиарда бизнесов И покоритель Вершин Суши Бизнеса Да Вот это вот Хочешь Запиши ролик Ну Вообще Вот просто Отзыв Да На это все Я вообще предлагаю Кстати Каждой доставке Если хотите Если хотите Пишите свои Как бы Ответы На обзоры Если есть желание Я понимаю Что вам скорее всего Насрать на каких-то там Обзорщиков с ютуба Но тем не менее Если у вас есть желание Запишите ролик И я обещаю Что я Ваш ролик Без Урезок Либо выложу на канал Либо дам ссылочку На этот ролик В одном из следующих Выпусков Просто чтобы Ну чтобы был диалог Не односторонний Если есть что сказать Хотя Я полагаю Что скорее всего Вам будет стыдно Что-либо говорить Вот На еду Которую вы делаете Вам просто Будет нечего Ответить На то Что я говорил В этом ролике Или предыдущем ролике В обзоре На тую И возможно В каких-то роликах Возможно Там Суши рядом Куринки И прочее Тут тоже Тот же человек Делает Я и хрен его знает Не исключено Обсыга В общем Вот Товарищи Бизнесмены Инфо Цыгане Покорители Бизнесов И талантливые Ребята Заканчивайте Вы с этим Занимайтесь Нормальной едой Делайте Хорошо Делать хорошо Не так-то сложно Научиться Крутить ролл Не так-то сложно И даже Из посредственных Ингредиентов Можно сделать Нормальный ролл Если бы вы сделали Нормальную Положили бы кусочек В дракон Свернули бы Аккуратно Огурчик бы Как-то порезали Аккуратненько Те же самые сотрудники Это могут делать Я бы слова не сказал В Канаду бы Доложили бы Лосося Я бы может и слова Не сказал Выбрали бы Какого-нибудь лосося На Филадельфию Чуть получше Качеством А этот бы Лучше внутрь В какой-нибудь Убрали В другой ролл Я бы вам Слова не сказал Ролл бы с бекон Сделали бы Аккуратнее Слова бы не сказал Но вы-то сделали так Мое предложение Киму Виктору Александровичу Остается актуальным Это касается всех Кстати Там Может Алекс Яновский Своё мнение высказать Мне писал его помощник Типа Мы с вами Готовы встретиться Типа Ну а чё О чём Говорить с вами То есть Хотите Пишите Видеоответы Вы слава богу Все там Обеспеченные люди Наймите оператора Снимите видеоответ Я его вставлю Может быть В какой-нибудь там Конец Какого-нибудь ролика И прокомментирует Если есть желание Вступить в диалог Это касается Всех Доставок Попробуем Что из этого выйдет На сегодня Всё Спасибо за просмотр Я надеюсь Что в следующий раз У нас будет Кто-то Отличный От Кима Александра Викторовича До свидания Ладно Хорошо Спасибо Обойдёмся Не-не-не Мне не надо Ничего возвращать Я думаю Что мы Обойдёмся Без возврата Спасибо Это ничего не решает Спасибо За попытку Решить вопрос Всего-всего доброго Спасибо